Всем самого доброго времени! Если вы смотрите это видео, значит вас вдохновило, заинтересовало или может быть просто у вас появилось свободное время и вы хотите узнать что-то новое о колоде Кадас Коттеру, Элен Дюга или же просто хотите улучшить свои знания и понимание классического райдера в любом случае постигайте ли вы первые шаги, вторые или же давно работаете с этой колодой Кадас Коттеру Я надеюсь, что вам будет интересно Я надеюсь, что что-то для себя узнаете новое А если не узнаете новое, то я надеюсь, что вы поделитесь в комментариях что вы можете сказать на каждой карте, о каждой стихии, о каждом аркане Тоже это очень интересно Колода Элен Дюган увидела свет в 2012 году Колода направлена не только на гадательную практику но и на магические обряды, на улучшение всех сфер жизни начиная от материального благосостояния, заканчивая любовными отношениями, домашним теплом но она ведьмовская, больше со знаком плюса, со знаком света, как мне кажется то есть в ней нет вот такой вот темной, вот такого тяготения к темной стороне но я почему-то ее так для себя вижу Итак, давайте начнем У нас последняя была рассмотрена карта шестерка Пентакли Ну, здесь классический райдер, я думаю, не нужно с этой картой знакомить Все знают, как она выглядит, да? Кто не знает, может сейчас при внимательно посмотреть Здесь, собственно, человек обеспеченный делит, собственно, дележку, да? Свои подаяния людям, которые в этом нуждаются То есть человек, благодетель, помогает неимущим Что мы видим на шестерке Пентакли Эльян Дюкан? Давайте внимательно посмотрим Тут тоже дают деньги Он им сыпет их, да? Причем сыпет с довольно-таки немаленькой высоты Вот посмотрите, как здесь и как здесь И еще Я свет включила, чтобы получше было видно Обратите внимание, какой размер ладони у детей То есть они небольшие, но детские ручки И какие он сыплет, огромные монеты То есть вот лично для меня ощущение карты Колбаском Тарон или Таро Видим, у кого Лавелиновская версия Ощущение, что он им дает так, чтобы они и не могли Знаете, есть такая пословица Надо так давать, чтобы можно было взять Так вот, он им дает такие огромные эти монеты Которые дети в своих небольших ладошках просто не удержат Вот, ну это вот мое мнение Это мои такие мысли Причем, ну, тут есть весы То есть он отмеряет мерой четкой Кому, сколько и за что Тут он просто, знаете, такой аттракцион невиданной щедрости Но монеты огромные, ладошки маленькие И, конечно, здесь не совсем Они смогут воспользоваться то, чем Их пытаются, что называется Порадовать, что называется дать им Да, вот этот дар Или материальное вознаграждение Ну, не обязательно шестерка Пентакли Это только деньги Это может быть любой дар Любой подарок И духовный, и эмоциональный Ну, давайте посмотрим значение Ну, вот пишет Лен Рюган, что подарок представляет собой Не обязательно деньги Подарок может выращиваться в том, чтобы протянуть кому-то руку помощи Это в книге, которая идет к колоде И символизирует помощь, поддержку, пожертвований на благие цели Может быть волонтерская деятельность Может быть приятное выполнение кармического долга Эта карта также может выпадать Если на горизонте ожидается стипендия и получение гранта Ну, кстати, получение гранта и стипендия сюда больше в тем Потому что возраст, собственно, молодой В отличие от вот этих просящих людей А тут именно молодые таланты, которым нужно, в принципе, помогать Вот, пришло время принять обильную, богатую, положительную энергию Подходящий момент для привлечения богатства Это вот шестерка Пентакли здесь Перевернутое значение кража Ощущение обмана Чувство, что вас использовали И сомнения в чужих мотивах Ну, да, мы знаем о том, что бывает дают, собственно, спонсорскую поддержку Или какую-то помощь Только для того, чтобы либо где-то помогли Где-то зачли Где-то, может быть, налоги меньше списать Да, то есть для каких-то своих корыстных целей Не нравится мне этот дядька в зеленом абсолютно Причем, обратите внимание, у Дюгана он в зеленом У Райдера он в красном Да, то есть, ну Он так их кидает, он их так сыпет Причем в ладошках они не умещаются Как я уже говорила Я считаю, что это больше на показ он дает Ну, вот такие вот у меня мысли Опять же, если это карта с положительными С тузом Пентаклей С восьмеркой Пентаклей С солнышком Понятно, что деньги люди-то получат Но вот именно одна карта Вот ее чистое значение У меня она с получением прибыли и денег Лично у меня Именно в этой колоде не монтируется Не складывается, что он дает действительно деньги Дает какие-то огромные пластины Да, огромные монеты Вот, ну, вот так А дети очень где-то внизу стоят И радуются непонятно чем Они даже не поймут Настоящие это деньги или нет Так, ну, идем далее Ну, и нет у него весы, да Вот здесь вот чаши весов То есть, по справедливости Он не дает их, как вот здесь Из него есть весы Тут весов Я не вижу весов Вот Дальше переходим к семерке Пентакли Ну, что могу сказать Вот семерка Пентакли Казалось быть, похожа Один в один это карта Казалось бы, ну, практически Нарисована Но очень похожа Два пригорюнили стоят Ждут урожая Ждут результата Но Тут называется Карта проверка на выдержку Здесь ничего на ней не пишется На дивановской, да Но У Элен Лучше проработано небо На всех картах Это плюс И у Элен Что мне не нравится Мне не нравится Что нет вот этой монетки Которую человек Уже за свое ожидание И терпение получил У нее ее нет Просто Посмотрите Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Все на кусте Плотненько сидят А тут уже у нас человек Что-то вот Получил себе У меня был очень интересный случай Связанный именно с семеркой Пентакли Я осмотрела вопрос Здоровья человека Очень серьезный вопрос Да Там где нужно было вот посмотреть Есть ли что-то вот Лишнее Я не уверена Что это стоит в формате Этого видео рассказывать Поэтому Если интересно Именно практически какие-то вопросы Я наверное в отдельное видео вынес Потому что не хочу смешивать Да Все вместе Так вот так Вот именно Благодаря тому Что я смотрела на райдере Я этот нюанс Вот что-то лишнее Я увидела По вот этой монетке Которая собственно Здесь лежит у его дна Да Что-то что вот прикатилось То что лишнее Да А тут же Порядоченный куст С развешанными Вот Четленько так вот монет Поэтому для меня Это более обедненный вариант Вот именно тут Семерки Пентакли У меня нет цели Эту колоду Закритиковать У меня нет цели Эту колоду Сказать Что вот она плохая Недоработа Нет Я просто стараюсь Все вот эти нюансы И вкусности Рассказать Ну или невкусности Это кому как Теперь смотрим Восьмерки Пентакли И я забыла Результат Вытащу Все таки Чтобы она тоже Открыта Это символ Это символ того Работает Работает Как работа По ночам Работа Сверхурочная Работа Мастерская Работа Вот И Ну посмотрите Как здорово Что здесь Семь монеток Здесь вот эта Вот одна последняя Восьмая монетка У него в руках Я считаю Что это здорово Вот И Я считаю Что он ее получил Он ее не будет отдавать Он ее протирает И собственно говоря Эта карта Показывает Человеку В принципе Тоже экономно Он не разбазаривает Он зарабатывает И он не разбазаривает Полученное Вот Что можно сказать О Восьмерке Пентакли Здесь Тут человек Трудяга Тут человек Работает Руками Не хватает Звезд с небес Да И в принципе Занимается Простой Абсолютной деятельностью Тут же больше Отсылка к эзотерике К магии Дорогостоящей работе К заказам Чего-то сакрального Таинственно Сложного Да То что требует Большую оплату Ну вот Вот так вот Я вижу Но здесь Мы не видим Ног нашего человека Мы не видим Ну вот Человек сидит Да Но вот Ракурс Вот такой вот И работы руками Здесь нет Здесь именно Работа интеллектом Идет больше Тоже интересно Послушать Как Элен Сама Автор Эту карту Нам представляет Да Давайте посмотрим Значение восьмерки Пентакли Только объединив Все ваши таланты С суперством И тяжелой работой Вы достигнете Успеха Извините Я здесь Тяжелую работу Именно физически Тяжелую Не вижу Я вижу Здесь просто Человек Который занимается Какими-то Интеллектуальными Изысканиями Что-то пробует Что-то уже пробовал Не первый раз И уже знает Отработанные Техники Но Успешному Завершению Перевернутое положение Отсутствие Обязательств И амбиции Задержка В завершении Проекта Я не знаю Почему здесь взято Что вот есть Незавершенность Может быть потому Что книга белая То есть Текста мы не видим Мы не видим Что-то написано Ну Может быть Человек не спешит Запечатлеть Зафиксировать Все свои шаги То есть На практике Он делает Теорию записать И порядочно Ему не хватает Терпения Ну вот Вот так вот Вот Ну В принципе Начает монетку Уже знаком С возможными видами Работ Но здесь Именно больше Как работа Со словом Работа с книгой Работа с заговором Работа Может быть С мощами С костями Работа с кладбищем Потому что Череп Кости Это все-таки Некромагия Ближе На мой взгляд Ну И по здоровью Все-таки Череп Может показывать И проблемы Именно головы Вот Особенно Если выпадает С карты Император Император Это у нас Овен Тоже вот Сфера головы Собственно говоря Ну Наверное О зодиакальных Созвезьях Мы поговорим Тоже в отдельном Виде Если нужно Напишите Комментируйте Ставьте лайки Я все это учитываю Так Девятка Пентапли Мои дорогие Давайте посмотрим Что здесь Что у нас здесь Ну Соколиная охота Классика На райдере Дама в перчатке Дама Не хочет Чтобы ее Ободрала Ее сокол Дама Предусмотрительная Да Она знает Как и что Как себя вести Чтобы получить максимум И не Травмироваться Свести к минимуму Все проблемы К этой охоты Ну и вообще Сытая Довольная жизнь Может быть Немножко Одинокая Так Так Кратце Что же мы Видим здесь По девятке Пентапли Ну Птица У нее Не прикормлена К руке Она сидит Наверху Арки Это первый момент А вторых Ну У райдеровской Мадам Платье тоже Довольно Длинное Но Она может Передвигаться Она независима Тут же В таком Одеянии Мне кажется Не то что Передвигаться Тут стоять Неудобно Через Через длинное Мантия Или платье Нету Прирученности Птицы Да Вот главного элемента В принципе После нашей Дамы Нету Как-то вот Каждый сам по себе Да Вот такое вот Расстояние Всех Ну на мой взгляд То есть тут Деньги вообще Не дают Какого-то Ощущения Счастья Вот именно Надюгановской Девятки Пентакли Лично Моё ощущение Мне Райдеровская Нравится Больше Даже Вот у меня Была Там у меня Есть Так Колода Там Девушка С попугаем Вместо Сокола Но Все равно Вот ощущение Что он При ней Да Он Обученная Птица Дрессированная Тут же Такого Нет Так Дальше Следующая У нас Десяточка Ну вот Десятка Мне здесь Очень симпатично Мне Она Очень Здесь Нравится Я Классическую Десятку Не особо Люблю В райдере Я считаю Что знаете Очень много Разнобоя Очень много Всего Глаза Не знают На что Смотреть И собаки Две И ребенок И старик И все Как-то Вот В перемешку Ну вот Лично Мое мнение Вот такое То есть Чисто Художественно Тут же У нас Все Продумано На заднем Фоне Молодая Пара Ну Относительно Молодая Собака Прекрасная Спокойная Одна Но она Спокойная Она сидит Она слушается Ребенок И дедушка Прекрасно То есть Дедушка Вкладывает Все в ребенка Это может быть Действительно Ребенок Это может быть Новый проект Который будет Давать Хорошие инвестиции Это может быть Передача Дара Каких-то Способностей Каких-то Повадок Или привычек Которые есть У дедушки Вот в принципе Я ничего По этой карте Не вижу Мне она Симпатична Мне она Откликается Давайте посмотрим Что по десятке Пентаклей Пишет сама Автор Значит так Что у нас По десятке Пентаклей Достижение Финансовой Стабильности Эмоционально-материальная Поддержка Со стороны Родственников Близких Людей Сетская Пентаклей Это последняя Номерная Карта Масти Она Показывает Конечный Результат Изобилие И Одухотворенность Счастливый дом Любящий Друзья И семью Под словом Семья Имеется Сильная Эмоциональная Связь Между Людьми Любовь Не стоит Забывать Что под словом Семья Подразумеваются Не только Кровные Родственные Отношения Семью Можно назвать Своего Партнера По жизни Детей Друзей Домашних Животных Или членов Дружного Коллектива Ну Мне кажется Здесь Реверанс Идет Вот именно У Элен Знаете Отсылки Все таки К нестандартным Парам К парам Формата Партнера Номер один Партнера Номер два Но я Это лично Из книги Читаю Это так Вот Ну И В принципе Она Показывает Что у человека Есть близкие Люди Насколько я понимаю Неважно Какого они пола Неважно Каких отношений Близких Физических Или просто Духовных То есть Пара Есть люди Есть какие-то Надежные Человеки На которых Можно положиться Которые Помогут Протянуть Лапу Помощи Или руку В зависимости Кто они Люди Или животные Я понимаю Это так Вот Ну И Наследование Знаний И талантов Которые Передаются Из поколения То есть Способности Либо таланты По наследству По этой карте Да Очень даже Пожалуйста Вот Ну И в принципе Экстрасенсорные Магические Таланты Ну Здесь Я Именно К этой Карте Может быть Что-то По наследству Классическая Десятка Пентаклей У меня На экстрасенсорные Таланты Конечно же Не падает И не должна Падать Вот Счастливая Семья Финансовый Успех Финансовый Успех Да Десятка Пентаклей Не всегда Явец Карты Счастливой Семьи Но Финансово Успешно Очень часто Да Семейные Тяготы В перевернутом Положении Проблемы В коллективе Не нужный совет Вмешательство В вашу Ручную Жизнь А вот Про вмешательство Десятка Пентаклей Перевернута Ну Я не так Часто Переворачиваю Карты Но Десятка Пентаклей С некоторыми Картами Может Показывать Что кто-то Вам Судет Нос И пытается Своё мнение Навязать Есть Такое Ну Конфликты Связаны Завещанием Получением Наследства Но Для этого Должна быть Карта Смерть Для этого Должна быть Карта Пятерка Мечей Для этого Должна быть Карта Пятерка Кубка То есть Не так Сразу Ни одной Десятки Пентаклей Перевернутой Очень мало Для того Чтобы вопросы Конфликта Наследства Получить То есть Либо Должен быть Вопрос Связан с Наследством И она У вас Вот так Вот Выпала Либо Негативные Карты Рядом Десяткой Пентаклей Одной Десятки Пентаклей На то Что Наследства Вы Не Получите Очень Очень Мало Вот Ну На сегодня Все Пишите Ваши Комментарии Нравится Либо Мое Видео И пишите Что Не Нравится Пишите Хотите Либо Продолжение Потому Что Карт Очень Много И На самом Деле Записывается Все В принципе Довольно Быстро Но Время Не Всегда У Можно Обратиться За Личным Прогнозом И За Личными Частными Уроками Обучения Таро И Карты Ленорман С вами была Лидка Гадалка Надеюсь Вам Было Интересно И Пишите Ваши Мнения Ваши Комментарии Ваш Опыт Я Всем Очень Рада Всех Целую И Всем Пока